шалом в предыдущей программе я сделал очень краткий количественный обзор израильского мессианского движения на основании данных опубликованных совсем недавно вот в этом исследований его авторы мой коллега по центру каспари дэвид сермер и ваш покорный слуга книга называется jesus believing israelis exploring messianic fellowships то есть израильтяне верующие в иисуса исследование мессианских общин как я сказал в прошлый раз русскоязычные верующие составляют очень заметную долю в нашем движении и сегодняшняя программа посвящена именно им для начала что значит русскоязычные когда мы проводили наши исследования мы классифицировали общины по языку на котором читается проповедь на основном недельном богослужении не по родному языку большинства членов общины а именно по языку субботней проповеди ну или пятничной если основное недельное собрание происходит проходит во вторую половину дня в пятницу мы также интересовались тем есть ли в общине перевод проповеди на другие языки если да то на какие выяснилось следующее русскоязычных общин всего 136 из 273 о которых мы собрали информацию то есть ровно половина евретоязычных 83 то есть менее 3 следующий после этих двух языков по количеству общин это амхарский английский и испанский при этом русскоязычных общинах переводов на другие языки как правило нет то есть никто кроме русскоязычных иммигрантов их не посещает с другой стороны во многих евретоязычных общинах есть синхронный перевод проповеди на русский язык а в некоторых также и на другие языки другими словами иммигранты из бывшего ссср могут выбирать сегодня в какую общину ходить на каком языке слушать проповедь и с кем общаться на духовные темы в общине либо исключительно со своими либо все-таки не только с ними а еще и с местным так сказать народом большинство разумеется ходит в русскоязычные общины однако некоторая часть ходит в ивритоязычные кстати в тех ивритоязычных общинах где есть перевод на русский язык а таких более трети от всех ивритоязычных общин 30 с небольшим 32 если я правильно помню 32 общины иммигранты из бывшего ссср составляют не менее половины членов общины для примера самая большая израильская мессианская община насчитывает порядка 600 членов половина из них это иммигранты из бывшего советского союза и теперь если уж говорить о количестве эмигрантов из бывшего ссср они только о количестве русскоязычных общин то и они с учетом тех кто посещает ивритоязычные общины составляют половину всех израильских верующих а вот если считать только взрослых то есть старше 18 лет то это даже больше половины 54 процента то есть русскоязычные составляют подавляющее большинство израильского мессианского сообщества учтем что если смотреть долю русскоязычных иммигрантов в общем население израиля то она в три раза меньше она составляет 18 процентов то есть в мессианском движении мы представлены в тройной диспропорции ну потому что 18 помножить на 3 будет 54 и напрашивается два вопроса почему именно иммигранты составляют большинство из нас и почему среди мигрантов большинство именно русскоязычные иммигрантов как мне кажется большинство по двум причинам первое они сами по себе люди более открыты для изменений в своей жизни причем достаточно радикальных изменений потому что это люди которые уже решились на огромные изменения на переезд в другую страну то есть фактически на новый старт в жизни новый язык новая культуру часто новые специальности основное образование профессиональные не говоря уже обо всем остальном нового вторая причина это то что немало иммигрантов приезжают в израиль уже верующими вешу точной статистики нет конечно потому что в процессе репатриации люди свою веру вешу как правило не афишируют тем не менее по нашим представлениям среди а израильских верующих есть существенная доля таких кто сделал алию уже будучи верующим причем ноги по видему репатриировались именно благодаря своей вере в библейские пророчества о том что бог соберет изгнанников и рассматривать свою собственную репатриацию как исполнение этих пророчеств что же до нашего русскоязычного брата то тут дело в нашей особой открытости к евангелию мы выросли в советском союзе где были не иудеями а евреями то есть в документах у нас была графа о национальности они о вероисповедании другими словами иудаизм был нам по большому счету незнаком совершенно и поэтому он нас не удерживал от христианства также сильно как коренных израильских евреев или евреев стран запада которые с детства были знакомы с еврейской традиции ведь большинство из нас если и евреи по паспорту то чаще всего основательно ассимилированы а с другой стороны влияние христианства не было истреблено в ссср полностью ведь вся дореволюционная русская классика которую мы проходили в школе на уроках литературы она же создана в лоне христианской культуры тем более это христианское влияние возросло с началом перестройки в конце 80-х начале 90-х годов каковы характерные черты русскоязычного сектора мессианского сообщества израиля чем оно отличается от остальных мессианских общин израильских что у него общего с ним общее во-первых то что по сути своей эти общины евангельские подробнее об этом будет речь идти в программе под названием теология израильских мессианских общин но в двух словах если вы приходите в израильскую мессианскую общину на ее собрание на ее богослужение то скорее всего вы окажетесь просто в обычной евангельской церкви только называться она будет не церковью а общиной и песни прославления будут исполняться на иврите хотя бы некоторые ну и собрание конечно будет не воскресенье а в субботу это если крупным планом лишь очень небольшое количество израильских общин называются пятидесятническими или баптистскими остальные предпочитают называться мессианскими даже если их богословие по сути чисто баптистская или пятидесятническая или харизматическая во-вторых практически все израильские мессианские общины верят то есть как русскоязычные так и иммигрантские вообще так и ивриты язычные верят что современное государство израиль в котором мы живем представляет собой по крайней мере частичное исполнение библейских пророчеств о восстановлении народа израиля в последнее время частичное в том смысле что полным было бы восстановление только физическое то есть возграть возвращение изгнанников на свою землю но и духовное обращение всего народа к тому которого пронзили как назвал мессию и шо пророк захария это его книга танахи 12 глава 10 стих теперь об отличиях русскоязычных мессианских общин от всех остальных подавляющее большинство русскоязычных общин 87 процентов нам определили себя как харизматические остальные иммигрантские общины кстати тоже по большей части назвались харизматическими так что отручь отличие русских по этому параметру только от евретоязычных общин среди которых харизматических оказалось в два раза меньше но что такое харизматические это не значит что на собрании вы обязательно услышите громкую молитву на иных языках или какие-то другие особые проявления святого духа это значит лишь то что в этих общинах верят что дары святого духа описанные в первом послании коринфянам главе 12 до сих пор действуют среди верующих ну а уж как именно и где именно это другой вопрос как и прочие харизматы русскоязычные израильские мессианцы не видят в большинстве своем никаких проблем с женским духовным лидерством то есть только 30 из них из руководителей русскоязычных общин считает что женщина не должна учить мужчин собрание далее следующее отличие русскоязычных израильских мессианских общин 81 процент пасторов русскоязычных общин не имеют формального богословского образования формального в смысле подтвержденного дипломом или сертификатом 68 процентов не изучали богословие нигде и никогда 13 процентов прослушали отдельные курсы в библейской школе но не более того то есть не всю программу и вот это наивысший процент среди всех израильских пасторов то есть наибольшая группа израильских мессианских верующих имеет наименее подкованное в богословском отношении руководство следующий параметр по которому наши соответствии соотечественники выделяются это подотчетность руководством мы спрашивали есть ли в общине какой-то механизм подотчетности и если да то какой именно кому подотчетные руководители собственные общины каким-то другим пасторам в израиле кому-то за границей или вообще никому то есть только самому господу богу так вот 18 процентов русскоязычных общин руководителей простите 18 процентов пасторов русскоязычных общин или старейшин подотчетный людям за пределами израиля и это самый высокий процент в этой категории подотчетности для сравнения вы в рит и язычных общинах процент лишь один простите лишь один руководитель подотчетен кому-то за пределами страны ну что ж когда речь идет об иммигрантах то ситуация как мне кажется более менее понятно не всем удается найти точку духовной опоры в новой стране далее русскоязычные пастора израильские мессианские меньше всех других сталкиваются с противостоянием учитывая что они отнюдь не являются самыми пассивными в отношении евангелизации так называемый то есть распространение своей веры мы объясняем этот факт тем что антимиссионерские организации рассматривают ассимилированных русских как менее серьезную угрозу иудейской ортодоксии чем коренных израильтян однако некоторые пастора сделавшие алию из бывшего советского союза сегодня руководят евретоязычными общинами и те из них которые активно работают с неверующими подвергаются подчас большим преследованием чем а пастора являющиеся коренными израильтянами еще один параметр количество людей в собрании в нашем исследовании мы различали общины и независимые домашние группы по количеству членов собрание насчитывающие более 20 человек мы считали общиной 20 или меньше независимой домашней группы независимой чтобы не путать ее с общиной домашними группами то есть входящими в состав той или иной общины и подотчетными соответствующему пастору или старейшину так вот если посмотреть как люди распределены по общинам и группам выясняется что русские однозначно предпочитают общины русских групп меньше чем любых других в процентном отношении разумеется наше объяснение этого факта связано с тем что среднестатистический русский иммигрант русскоязычный простите вырос в ссср то есть государстве где власть была чем-то сакральным отдельный человек практически никем и ничем поэтому нашему брату привычнее не в какой-то там группе молиться и богу поклоняться а там где есть пастор или совет старейшин или то и другое то есть четкая и конкретная структура власти последнее по порядку но не по значению среди наших вопросов были два касавшихся финансовой стороны жизни общины мы спрашивали во-первых какая доля бюджета общины поступает из-за границы и во-вторых сколько община сама жертвует вовне не обязательно за границу просто на нужды людей не состоящих в ее рядах эти вопросы как и следовало ожидать оказались самыми чувствительными из всех причем не только для русскоязычных пасторов что это значит это значит что мы получили ответ на них лишь от половины опрошенных остальные отказались отвечать на эти два вопроса однако неприятный как мне кажется для нас факт заключается в том что процент отказавшихся среди русских среди русскоязычных был самым высоким чувствительность понять я думаю можно и я думаю ее можно объяснить одним из двух способов как минимум первый вариант это если тот кому задали этот вопрос руководитель услышать вопрос почувствовал что задают вопрос а его личных фактически финансов они о финансах общины и второй вариант это если ответы на эти вопросы но они не такие что можно было особо похвастаться то есть например если ты регулярно получаешь из-за границы не просто какие-то небольшие деньги а существенные суммы да еще не просто на первых парах то есть там год спустя пустого как вы открыли общину или два или три года а из года в год на протяжении многих лет уже то конечно же возникает вопрос о вашей как общины зависимости от этих поступлений и на и о том насколько это явление здорово во вторых если твоя община жертвует не так много ну точнее если вы как общины то что общины не является общиной принадлежащие она община не принадлежит руководителю поэтому нельзя сказать твоя община во вторых если ваша община жертвует вовне не так много как может быть хотелось бы или как было бы приятно декларировать то понятно что заявлять об этом слух тоже не торопишься так вот из тех кто ответил на вопрос о том сколько община жертвует русскоязычные пастора выделяется тоже увы не лучшим образом 77 процентов ответивших сказали что их община не жертвует ничего это наивысший процент по всем языковым группам а после нас идут евретоязычные общины у них 60 процентов ответивших не жертвует ничего самыми щедрыми оказались англоязычные общины у них этот процент то есть тех которые тех общин которые вообще ничего никому никуда не жертвует вовне равен 46 в книге мы ничего не написали о возможных причинах такой ситуации но здесь я скажу что объясняю ее себе нищенским советским мышлением с которым многие из нас выросших в ссср по-видимому до сих пор не расстались как вы отреагируете на эту информацию ставить ее достоверность под сомнение можно конечно но не забудьте что тем самым вы ставите под сомнение честность руководителей израильских мессианских общин конце концов мы получили 95 процентов наших данных именно от них но если этого не делать все таки то остаются два варианта первый это закричать ах ты мерзкое стекло если вы помните сказку александра сергеевича пушкина о мертвой царевне и семи богатырях то поймете что эта фраза означает а второй вариант можно призадуматься может быть господь пытается всем нам что-то сказать спасибо большое за ваше внимание и всего вам самого доброго шалом а а